значит здравствуйте напоминаю что вы попали на и сегодня хотела хотелось бы хотелось бы надеяться довольно обширная я попытаюсь если учитывать что у меня сегодня первый раз за мою жизнь было четыре сплава это четвертая все на разные темы если что то у меня значит а история вот какая мы с вами в прошлом году говорили о том что необходимость осуществлять дистрибуцию это не просто так из головы возникло что есть некие предпосылки чисто технологически к тому чтобы дистрибутивом распространялся являл собою конструкторскую базу для создания работающего комплекта программного обеспечения для решения определенных задач например операционной системы и вообще говоря того много причин для чего это необходимо но там также много и требуется выполнение разных условий чтобы это было необходимо вот про эти условия а также вообще про все вокруг лежащее почему вообще возможно такая штука как дистрибуция я попытаюсь его не впадить начну тут всегда с истории история вот какого плана когда-то все тогда же в тех же самых 70-х годах когда деревья были большие маленькие я говорю маленькие концентры большие произошла следующая история значит ну представьте себе как вообще тогда происходила разработка так называемая академическая разработка программного обеспечения значит разработкой занимались такие специальные люди как убийствники в белых халатах под названием программисты ваз их было там 100 человек на всю землю на всю землю или тысячу соответственно если они что уж запрограммировали то это было такое чуть ли не научное открытие ну реально потому что это было они были первопоходцы вот если уж они что-то запрограммировали то они были обязаны поделиться этим с городом и миром по крайней мере со своими коллегами и мы с вами говорили что существовала практика ношения с собой значит исходников на ленточках они встречались на конференциях этим делом не вау когда к середине конца 60-х годов уже немножко коннективити подналадилось правда никакого интернета тогда еще не было но по крайней мере можно было носить друг друг дискеты ну короче медиа развелось хорошо вау вот эта вот практика академической разработки когда люди значит что-то программируют и их главная идея в том что их программы вообще кому-то нужны вот она стала в бою особенно эта практика стала в бою когда стали изобретать такие штуки как персональный компьютер они еще в последневной реакции вот не вошли но идея сделать массовый компьютер который было бы у всех ну или у многих да под всеми подозреваются конечно исключительно обмороженные кики но их было довольно много да вот реальных людей которые могли и умели программировать было гораздо меньше чем потенциально подмороженные вот как сейчас соответственно когда стало к тому идти что когда стало к тому идти что компьютер предполагается имеет массовое распространение я же не помню какой как он наверное был самый первый посадок компьютер да вот начали происходить такие довольно довольно характерные истории вот Unix Force да война лицензии про которую мы говорили в прошлый раз это такая эпическая история а были еще такие истории менее эпические ну ладно два товарища одного звали допустим ну не знаю Вильям а второго допустим Энтони что ли нет мой соврак как звали второго один учился в университете еще второй там где-то работал и вдруг их посетила такая идея что вот сейчас выходит на рынок новый компьютер он будет называться Altair вот на базе достаточно нового процессора 8008 этот процессор с одной стороны достаточно дешевый чтобы этот Altair обещал стать массовым компьютером а с другой стороны достаточно мощный чтобы туда затолкать ну что-то помимо каких-то программ на самом деле например интерпретатор языка программирования basic который в конце 70-х уже был изобретен и активно использовался там вот для обучения программирования он назывался basic от того что он считался базовым так вот интерпретатор basic достаточно легковесный особенно basic разлил 80-х вот поэтому если каких-то там четырех разрядов компьютеров он еще и не ходил то по крайней мере на этом самом Altair предполагается что этот самый basic пойдет а раз пойдет basic значит можно рассчитывать на вот всех тех тех самых которые будут программировать на этом месте и вот значит эти два товарища Вилевы и всеми заблоков как звалили второго русского интерфейса вот надо посмотреть по ссылке там есть на сайте значит решили сделать вот что поскольку этого процессора 8008 и архитектуры под названием Altair еще вообще в поминках не было она была как флаг они решили захватить рынок они решили стать первыми у кого будет basic на этот самый Altair вот и на этот процессор и тем самым как бы оставить позади конкурентов и значит немножко немножко это дело как-то вот монетизировать поскольку у Altair никакого не было талантливый Энтони сел за машину PDP-10 опять PDP всюду PDP вот и на этом PDP наваял ваял целый год пахал как эмулятор этого самого Altair то есть значит программу которая делала вид что она процессор 8008 вот на которую был спортирован безыграбельный бейс вот ну смешно заработал значит чем эта парочка гордилась просто вот и когда собственно Altair вышел они значит сказали опа а у нас уже есть бейсик давайте все к нам значит 63 долларов шкуха один бейсик стоит покупайте наши славы вот и в общем даже значит вот старший товарищ который Энтони он даже там куда-то пошел работать на эту тему младший товарищ все еще учился в университете на конференции на той самой конференции где обычно люди друг другу передают ленточки эти два человека увидели чудовищный выход младаль значит стоят компьютеры альтаин возле них толкнутся люди с дискетами и надо же вот такие паразиты совершенно бесплатно копируют вот этот самый бейсик друг другу который значит стоит 63 долларов штук вот ну в общем киса обиделась и написала развозилась вот таким письмом который впоследствии публиковали чуть ли не там десятки научных журналов и компьютерных журналов мира письмо это называлось открытое письмо непрофессионалам open open letter to hobbyist hobbyist это люди которые считают компьютеры своим hobby в котором содержалась ну реально речь человека обиженного который сказал вот мы тут пахали как пчелки то что пахал Энтони это не важно мы пахали вот потратили на это сто пятьсот миллионов человеко часов ну там было другое другое значит другое число вообще он почему-то мерил мерил эту заплату в долларах этот товарищ вот вот мы потратили что-то типа четыре тысячи долларов вот поэтому мы хотим за наше значит за наш вы совершенно заплачивайте пожалуйста наш что за фигня такая вот что за фигня такая вы пахали значит мы старались скинуть с лица захватывали где он для вас бейсит вот а вы слышите тут забезпорядок тот последний предатель копируете его друг другу и испытываете от этого удовольствие обовла никакого а потом нас садо окончательно принесло и это собственно было эпохой перелома в разработке потому что собственно наш мудрый видер сказал вообще вы все идиоты почему вы ваши программы друг другу запросто так раздаются вы что не понимаете что каждый вами разработанный байт можно взять обмазать копирайтом он у нас права мы живем в свободном государстве берешь значит говоришь что у меня вот этот мой продукт который я лично создал это моя собственность запрещаешь его распространять иначе как с твоего разрешения а твоё разрешение стоит там ну часа три долларов скажем вот вы все идиоты вы не раздаёте друг другу что на самом деле является луткой несущей золотые яйца вот давайте это дело совершенно честным образом защитим авторскими правами после защиты авторского права немедленно запретить распространение иначе как с разрешения автора будет называться лицензией стоит будет деньги вот и у вас получится шикарный способ для задов говорил обиженный вина вот вы наверное уже догадались что это за человек да совершенно справедливо это билл это билл за 2-ой лидер есть младшин вот значит он быстро перестал быть младшин потому что он как сказал так и сделал пацан сказал пацан сделал ну и он ушёл на филоситут зачем на филоситут когда деньги прямо так руки идут организовал компанию которая сначала называлась микро дефисов потом дефис куда-то уехал и собственно замес ровно чем чем сказал и надо сказать что ну а он очень удачно был вообще в плане заплаты рынка микрософт всегда был привезти планету в сеть вот по разным причинам значит он еще очень удачно нашел с этим своим брызиком и во вторых действительно до него никто не задумывался это потом в 80-е разразились эти самые войны до него никто не задумывался потому что в самом деле если ты пытаешься организовать какой-то бизнес сообразный бизнес уведения торговых горшками вот тут нет ничего более глупого и собственно в этом открытом письме так было в открытую сказано нет ничего более глупого что сначала париться создавать эти горшки долбами провалиться сквозь землю этим горшкам а потом их за бесплатно раздавать давайте уж мы будем их хотя бы продавать эти горшки и вот тут произошел серьезный расход если у нас академическая разработка была устроена так у нас есть несколько несколько кластеров таких вот ученых которые занимаются несколько групп группы группы между прочим какое-то освещение виноват не знаю почему группы ученок такой регулярный но редкий обмен информацией регулярный но редкий информационный объект кто об этом думает о лицензиях да никто не думает о лицензиях мы творим так была примерно устроенная университетская разработка ну как всякая научная единственное что волновало этих ученых чтобы за ними было право по первую публикацию ну очевидно как и везде вообще в научном мире да это я я создал я создал все вот это главное то произошел раскол причем значит очевидным статьей раскола был поворот к первовладельческому способу разработки который соответственно требовал чтобы брать по сколько хочешь долларов за одну копию нужно сделать что нужно закрыть полностью разработку закрыть разработку вот как же так скажем ученые а кто вам программирует будет сейчас сейчас все сделаем закрыта разработка правовая защита защита распространение читай запрет распространение копий ну и разумеется продажа этих самых копий вот поскольку у нас теперь есть правовая основа чтобы вообще запретить кому бы то ни было раздавать нужную программу эту программу можно теперь продавать вот до тех пор пока программный продукт защищается тем же самым механизмом которым защищается тот присловутый горшок да вот пока программы горшки идут в одному реестру это совершенно абсолютно заполненная диета вот значит главное конечно здесь открытие разработки ну еще некая моральная составляющая которая потом значит закрытие разработки требует чтобы у тебя было достаточно стаффа который самостоятельно не несколько групп ученых да а одна группа причем эта группа значит работает в достаточно серьезном информационном вакууме ну по крайней мере есть очень много вещей которые не должны вытекать за пределы этой группы она должна быть административно контролирована ну потому что иначе этот товарищ возьмёт и передаст все-таки какой-то код своему товарищу просто в порыве академического великодушия вот ничего по-другому значит достаточное количество достаточное количество в известной степени не завёрнут разработчики ну или как скажем ну напишу и завёрнут 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 разработчики откуда будут браться ресурсы да мы будем господи смотрите мы же за каждый за каждую копию получаем деньги давайте мы эти деньги вложим а в пиар б в лоеров которые будут отсуживать ситуации незаконного копирования и цел будет платить разработчикам много-много бавла ну по крайней мере по их мнению много-много потому что сейчас я скажу это чуть дальше потому что на самом деле эта схема она вот это такой трик да такое читерство вот в чём конкурсской читерстве сейчас поговорю значит сейчас я посмотрю что-то ещё у меня по части закрытой разработки да для того чтобы вот эта правовая защита вообще была применима у нас правообладателем то есть человеком который определяет или организацией субъектом который определяет правила распространения программного продукта разработанного таким способом может быть кто-то один компания-разработчик не знаю там хозяин обычно компания-разработчик то есть это корпоративная собственно да значит существует единственное условно говоря правообладателя я упрощаю схему потому что на сегодняшний день в области правовладельческого программостроения у каждого чиха существует единственный правообладатель а современные программные продукты разумеется состоят не из одного чиха а из множества чихов такой целый прям вот не знаю целый эпидемий поэтому эти люди еще забавляются тем что друг у друга за одни мере просто какие-то астрономические деньги покупают вот эти самые права целиком это называется IPB для того чтобы создать процессор да нужно купить кучу IPB у самых разных людей которые умудрились уже разработать соответствующие алгоритмы и боюсь тут начну врать в силу нужный год запринцентователям достаточно было просто закопирайзить потому что ты первый придумал не знаю как изобретение не могу сказать не то чтобы я в это не углублялся я это прямо сейчас не могу для нас с вами поскольку у нас сокращенная лекция из двух сделана для нас самое главное это существование некоторого правообладателя который собственно управляет вот этой правовой защитой и который собственно определяет правила распространения копий программного продукта но на самом деле эти правила сводятся к тому что распространить нельзя потому что без без точнее даже не вот вот такой способ разработки и вытавления программ я все время назвал промокладельческим во-первых чтобы поиздеваться что было слово робоплогический вот забавная книжка хотя мрачная это записка реальных людей на самом деле на самом деле но это не важно а во-вторых потому чтобы подчеркнуть что бизнес связанный с закрытой разработкой основан в первую очередь на манипуляции на манипуляции на манипуляции такого что манипуляции все закрыть занять и там значит бронять вернее и вводить собственность как ни странно вот этот последний год казалось бы исключительно такой ловерский нужный для того чтобы правильно вести бизнес и организовать потом на работу тех самых программистов вызову нешуточный как сказать на лекции так нешуточное расстройство на те самые программисты вот потому что во-первых это в общем были все те же самые люди все те же бородатые хакеры которые всю жизнь работали вот по этой схеме и получали удовольствие просто от того что они работают вот и тут к ним приходят дядя в галстуке особенно это вот после Unix Wars проявилось и говорит как помните есть такая цитата правда фильм очень старый назывался не бойся я с тобой там главную роль играл палат оглы будущий министр культуру ты спел песни а министр культуру это там был момент когда один раз говорит другому он проиграл золотой зуб в карте ну не свой а товарищ вот этому товарищу говорит это не твой зуб он даже не мой он ихний вот приходит к тебе значит этот самый дядя в галстуке и говорит это не твой кот ты вот вчера опрограммировал это не твой кот он даже не мой он ихний вот вот этого самого правовладельства потому что по другому просто нельзя этот бизнес обновать вот и вообще вся научная система правовая она прям так устроена у у человека который за деньги кажется за исключением России у человека у человека который про Россию сейчас расскажу у человека который за деньги занимается созданием творческих продуктов есть право на имя то есть он может предъявлять претензии если кто-то другой назовется автор да но нету права на определение способа распространения копирайт копирайт право копирования предназначено потому что у человека такой договор как бы подписал там было написано что он он создает за деньги запрещен создает творческий продукт и сразу будет распространяться а я это делаю работодателем понятное дело что есть разность после договоров но это чуть ли не отношение работодателя и маркса по умолчанию принятое в те поры я думаю что это законодательство поменялось не только в России но я это не проверял в России точно поменялось причем с легкой руки конкретно нашего генерального директора который служил консультантом в этот момент ибо среди наших законотворческих личностей в 2000-х годах уже было мало кто разбирался в этом понятии свободного лицензирования и на сегодняшний день по федеральному законодательству когда у тебя значит у первого работодателя только не исключительные права то есть выстранять может как хочешь но и ты тоже и ты можешь сказать все а дальше я сам спасибо дорогой работодатель правда в случае это в случае конечно если ты не подписал какой-то договор в случае ты просто работаешь по госзаказу вот по госзаказу государству или по обычному трудовому договору твоему работодательству переходят только не исключительные права и в твоем трудовом договоре должно быть написано явно прописано право передачи если ты хочешь чтобы он принадлежал не тебе другое дело что у тебя может быть договорные разглашения это отдельная тема и вот возвращаясь к этой истории итак значит нет речи речи работающий если мне не изменять память над лискомашинами такие были проект компьютер у которого вместо Ascender лиск внезапно обнаружил что в рейсхот который я написал применим не принадлежит вообще рейс потому что мы платили зарплату за эту в рейсхот что он не может его показать товарищу не говоря товарищу не работающему в соседнем кресле не говоря уже о том чтобы взять или решить что-то там такое поправить вот и здесь получается смотрите какая штука мы тут впервые сталкиваемся с тем что вот этот способ разработки закрытый он такой слегка моральный потому что естественные вещи которые вы можете сделать с творческим продуктом находящимся в разработке с программой посмотреть поправить то что нельзя бизнес так устроен нельзя придет конкурент и все значит притвориться этим другим ты ему все расскажешь а он продаст доделает целое сделает еще вот значит что сделал очень много Ричард написано на вот этот лист машины так это забегу засуетился и начал придумывать а что же собственно делать в ситуации тогда когда ты все-таки хочет чтобы вот эти нормальные университетские отношения сохранились и в дальнейшем и он до начала конечно же ему пришла в голову идея что если есть запретительная лицензия то есть если есть такой фикс такой вид вид договора который знаете я кажется забегаю вперед про лицензию ну ладно пускай будет если есть вид такого сопроводительной документации на право распространения программы которое запрещает что то там распространять то должна быть так же если мы живем в таком мире где каждому творческому продукту прилагается лицензия так же должна быть лицензия которая наоборот разрешает его распространять То есть, когда ты пишешь программу, ты чётко описываешь условия, согласно которым эту программу можно распространять, изменять и так далее. К этому мы ещё придёмся. А пока что заметим заслуги Солбана по формированию того, что называется свободное программное лицензирование или свободное программное исключение. А мы вернёмся в офисе. Вот этот раскол. Во что превращается академическая разработка? Этот раскол. Здесь очевиден механизм. Что мы можем сделать, если мы хотим сохранить нормальные человеческие отношения, когда все друг другу помогают в такой интеллектуальной, если хотите, совместной творчестве? Как мы должны развить вот эту академическую разработку, чтобы противостоять, или, скажем так, успешно выдерживать со стороны вот людей, которые разрабатывают закрытую разработку? Значит, открытая разработка. Вот это закрытая разработка, здесь открытая разработка. Давайте, ребята, можно понять. Значит, открытая разработка. Ну, в первую очередь, разумеется, мы хотим сохранить главную нашу фишку, что в разработке должен участвовать, может участвовать любой. Вот закрытая разработка, главный недостаток, это нам необходимо всё время заниматься набором персонала и перековаривать персонала гвоздями к рабочим листам, чтобы они не сбежали с нашими секретами. В случае открытой разработки мы должны сделать так, чтобы в процессе разработки мог принимать как можно больше широкий круг участников. Что это в срочинке означает? Это означает две вещи. Первое, что в отличие, опять-таки, от закрытой процесса разработки, где процесс распространения, копирования строго рекламентирован, мы, как разработчики, которые хотим привлечь как можно больше разработчиков на свою сторону, заинтересованы в том, чтобы наше творение распространялось как можно шире. Как бы это коротко сформулировать? Распространение необходимо. Распространение необходимо. Значит, понятно почему. Чем больше народу будет встретиться с этой нашей программой, тем больше шансов, что этот народ окажется достаточно подкован, чтобы нам помочь, что это такое там доделать. Второе следствие, которое следует из того же, что нам нужно как можно больше народу, идеально нам нужно привлечь к разработке всех, кто хочет и может разрабатывать. Вот если человек и хочет разрабатывать, и может разрабатывать ту программу, которую мы делаем, надо сделать так, чтобы он попал в наш круг, обязательно. Значит, сейчас, спасибо интернету, это реальность. Значит, информационная открытость, это второе, второе правило, которое мы делаем из необходимости совместной разработки. Информационная открытость. Опять-таки, не то чтобы прямая, но достаточно, где-то тут я написал, не написал. Я досял информационный вакуум, но нигде не написал это явно. Давайте допишем так. Закрытие информации. Чемпионат. 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 Ну, помните, сколько было, сколько было плача и воя из-за утечки каких-то исходных кодов, какого-то давным-давно неактуального Windows. Вот. Ах, они у нас все украли. Для закрытой разработки характерны также и закрытие всей информации, кроме, разумеется, полезной на рынке. Да? То есть, когда ваша задача все-таки, сын, как-то, не уходить, да? То есть, систему команд бейсика надо все-таки было рассказать людям, чтобы этот бейсик продавать. Вот. Если вы делаете приложение, вам, разумеется, нужно сделать как можно больше пользовательской документации. Но любая техническая информация, в случае закрытой разработки, это потенциальный ущерб вашему бизнесу, потому что придет конкурент, воспользуется технической информацией и сделает лучше, чем у вас. Вот. В случае, когда у нас собственной конкуренции, как таковой, нету, по крайней мере, на уровне бизнеса и бизнеса, а есть конкуренция, ну, на уровне идей, да, вы можете предыдущить, я хочу, чтобы компилятор работал так, а другой человек скажет, нет, я хочу, чтобы компилятор работал так. Один говорит, все ко мне, а другой говорит, все ко мне. Вот. И начинается здоровая конкуренция. Потому что человеку участников обеспечивается тем, что оба этих компилятора распространяются как можно больше, и люди просто даже соревнуются, где кто там, значит, кто чем компилирует. И как можно больше распространяется и лучше распространяется информация о том, как это все устроено, чтобы те люди, которые захотят принять участие в разработке, и не смогли понять участие. Вот. Это напрямую следует из того, что разработку у нас открыли. вот. И тут, как я уже сказал, встает вопрос, а что делать с администрацией? Вот. Прежде чем поговорить на эту тему, я хочу сделать небольшую перебивку. Перебивку вот какого плана. Значит, смотрите. Хорошо. Что здесь такая? Давайте вот это смотрим. Теперь давайте оценим, а вообще, почему, почему, такой разговор про... А, да. Давайте лучше ставим. Значит, что из этого следует? По части правообладания. Мы не знаем, что делать копирайтер, мы точно знаем, что соревновачивать его в единых руках, это неправильно. Ну, понятно, да? Потому что, каким бы идеальным ни был человек, да? Не потому, что там человек может быть хорошим или плохим, и может этим копирайтером хорошо распредиться или плохо, а потому, что нам вообще не нужно для ведения вот такой разработки и бизнеса вокруг нее. Не нужна манипуляция копирайтом вот в стиле закрытой разработки. Она не нужна. Вот. Тем не менее, на этой почве нам еще как-то побороться, и мы обязательно поговорим чуть позже. А сначала давайте немножко так, на пальцах, по-простецки, да? Немножко на пальцах поговорим о том, почему вообще вот этот бизнес, связанный с продажей, ну, скажем так, программ, приравненный с продажей горшков, почему это читерство? Почему, вообще говоря, это не одно дело? Так, где-то у меня был на этот счет. Представим себе горшечника. Нет у меня на этот счет ничего, я сам знаю. Вот он, значит, взял, пошел во враг, накопал глины на один горшок. Одна глина. Потом он посидел, и из этой глины изготовил один горшок. Одна работа. Оставляется один горшок. Он этот горшок продал, как оплату работы, Плюс оплату исходных материалов. Давайте посмотрим, что будет, когда горшочник захочет продать 100 горшков. 100 гривен. Плюс 100 работ. Никуда не делся, он сидит над горчаным кругом, один горшок поставил, второй, значит, изготовил работу. Что я сказал? Провнять 100 горшков. Вот. При этом, разумеется, когда ему приходится этими горшками на базаре торговать, он, вовремя, это имеет в виду, что ему пришлось, значит, во-первых, как-то раздобыть 100 исходных материалов. Не исключено, что он не сам их копал, да? В конце концов, на 100 горшков это подеща накопает. Может, он какого-нибудь парня, наверное, еще деньги платил рабочим. Вот, с лопатой. Значит, он сам просидел 100 часов. Он создал 100 горшков. Каждый горшок стоит, в общем, в 100 раз больше. Альфмитика, очевидно. Теперь давайте посмотрим, что происходит в случае творческого программного продукта. Так, ну здесь вот этот волшебный канал. Да, я его закрыл. Потому что тут табличка должна быть. Значит, смотрите. Один. Я даже не знаю, что он является исходником. Бутерброд? Кофе. Ну, кофе, наверное, все-таки в работу входит. Хорошо, один кофе. Плюс одна работа. Одно электричество. О, работа электричества. Да, 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 спасибо. В кофе как раз в кофе с копированием не участвует. Понимаете? А электричество участвует. Один киловатт. Жирно. Одна программа. Получим. Децилат. Вышел от много. Хорошо. Ладно, все, не важно. Ну, легко не будем. Давно время рассказывал, но... Что? Децилат частный. Да, кстати. Децилат. Давай теоретически переделись. Сейчас я вообще поговорю. Давай с Джоли. Джоли, да. Сдражали Джоли. Слушайте, а Джоли — хорошее слово. Нет, правда. Ватт — это мощность, а нам нужно работать. Джоли. Заодно и кофе туда же. Примерно, за то, что и к тактики. Нет. Нет, кофе не туда же. Смотрите. Вы изготовили одну программу. Что нужно, чтобы изготовить 100 копий той же самой программы? Кофе. Кофе не нужно. В смысле, не нужен. Еще 100 Джоли. Вот еще 100 Джоли, да. Потому что железяка, которую штампуют сидюки, она электрично потребляет. А, да, еще исходники для сидюков, да. Там 4 грамма пластмасса. Мы ее сюда включать не будем. Хотя можем включить. Ладно, давайте так. Сажим эти 4 грамма пластмасса, получим какой-то выход энергии, и ее туда напишем. Сколько работы программиста требуется, чтобы из одной копии программы сделать 100 копий программ? Программистов. Программистов. Ноль. Вот эта одна работа сохраняется. Кодин. Программа. Творческий продукт нематериальный. Обладает свойством безущербного копирования. Копирование творческого продукта не наносит прямого ущерба. Если в горшичнике придут вандалы и разобьют все его горшки, разобьют не все его горшки, 99 его горшков из 100, он лишится того, что он потратил на... ну, в общем, на этот вот, да? Если к программисту, не знаю, это, конечно, извращение, но тем не менее, у Кагавана Винчестера хранится 99 копий одной и той же программы. Придут вандалы... Гадал, 100 копий одной и той же программы. Придут вандалы и сотрут 99 копий. Он будет ржать так же, как и вы. Вам смешно? А вот у этой картины имеются очень далеко идущие... Я понимаю, что это все очень, как бы сказать, примитивизация, да? Очень далеко идущие теоретические последствия. Вот эта схема разработки предполагает, что мы действуем вот по этой схеме, по схеме горшков. То есть мудрый и адреналитный дядя Ленин, когда плакал, ребята, что вы делаете? Мы, значит, четыре тысячи долларов упадривались, он почему-то в долларах измерял человеку часы. Четыре тысячи долларов упадривались, чтобы, значит, написать эмулятор этого вашего 8008 долбанного, чтобы ваш дебильный basic за нем запустить, а теперь вы копируете программу. Он не упирал на то, что у него сразу горшков украли. Он понимал, что программистам такие вещи заливать совершенно бессмысленно. Он упирал на то, что мы потратили много работ. Вот этих работ. Вот эта одна работа, это и есть стоимость того программного продукта, за который он хочет. Он что сказал? Мы четыре тысячи долларов потратили, да? Вы купите, значит, там, не знаю, предположительно, тысячу экземпляров. Там, сто экземпляров, предположительно, вы купите. Пожалуйста, выложите, пожалуйста, по шестьдесят четыре минуты, может, еще дохладные распуды, кофе и все остальное. Вот. Понимаете? То есть, когда вы внимательно смотрите, вдумаетесь в риторику, которую перед нами развертывают изготовители по логическому программу вы всегда будете видеть этот зазор. Они ведут себя, как если бы, поскольку это записано в подкорке человечества, там, тысячелетиями человечество вырабатывало вот этот закон справедливого вознаграждения. Когда у вас стол объектов, они стоят в сто раз больше, чем один объект. Потому что до недавних пор объекты не имели свойства к изучению компетентов. Так вот, когда перед вами рассказывают, когда вам говорят о том, что скопировать программу это значит украсть, имеется в виду вот эта схема. Когда вы говорите, нет, ну вы покажите, пожалуйста, ваши разработки, они немедленно переключаются в эту схему, и говорят, мы много работаем. Значит, если бы среди здесь нашелся какой-то человек, который начал бы защищать и рассказывать всякие... Короче, совершил бы подачу в мою сторону. И начал бы выступать адвокатом дьявола и защищать. Адвокат дьявола это, если знаете, термин, да? Это не наряжание никого. Я тут ввала какая-то прекрасная статья в интернетах. Она называлась, является ли Билл Гейт посланником дьявола, а Микрософт, соответственно, его орудие или что-то в этом духе. Честно заявляю, нет, не являясь. Вот, не рад. Впрочем, пенсионер Билл Гейтс всего лишь гениальный игрок на лунке, который почувствовал, ну, близкой гениальности. Жоп-сможный гениальный. Который почувствовал вот эту щель. Расунул в эту щель 1 доллар, получил 100. Вот, это же шикарно. Меня сейчас вопрос волнует другой. Меня волнует вопрос, как в этом состоянии, ну, то есть понятно, да, вот эта эксплуатация без ущербного копирования, это и есть то, на чем вообще вся эта схема живет. Меня сейчас волнует вопрос, а, что приносится в жертву, когда мы вот эту схему продолжаем развивать? Она отлично сейчас живет и побеждает, понятное дело. Почему бы нет? Отличный способ введения бизнеса. И, б, если мы не хотим приносить в жертву эту, то как нам организовать наши жертвы теории? И из этого, кстати, будет следовать понятие дистрибутивных, удивительным образом. Давайте попробуем разобраться. Тут я вообще влезаю в такую очень долгую область, не связанную с программированием вообще. Попробуем разобраться, а, собственно, почему... Ну, лично мне, попробую я разобраться, да, не буду отвечать за всех. Почему лично мне вот эту схему вызывает некоторую отрывку, эмиссиальное отражение, а вот эту схему, в общем, я на нее куплюсь там много лет назад и продолжаю в ней пребывать с большим удовольствием. Вот там на сайте, в неподготовленной лекции, есть, тем не менее, ссылка на мою лекцию, что-то типа там, 47-го года, где я проводил параллели между свободным сообществом и кантианской моралью, да, и в закрепленном сообществе и конфуцианской моралью. Значит, сейчас я от своих слов отказываюсь. Все-таки речь идет не о конфуцианстве, а конфуцианство – это прочитание традиций. То есть, твои личные котелки с точки зрения настоящего просветленного человека есть ничто по сравнению с величием тех искренне заведенных традиций, которые следует чтить. Чем ты чтишь лучше, тем ты великий. Вот, с точки зрения конфуцианции. Это не совсем то же самое, что процветает здесь. У... Так, у меня тут даже где-то что-то написано. Секунду. К сожалению, не очень хорошо известного и ранее шедшего от нас философа и психолога Валерия Викторовича Петухова есть работа, в которой называются «Природа и культура», где он разбирает понятия парциальной морали и парциальной личности. Слово «парциальный» введено так, что это не говорит слово «партиме». Это слово «партиме» сразу называют адские неконтролируемые ассоциации. Вот. Но смысл примерно такой. Значит, с очень давних пор со времен существования человечества в виде таких небольших племен, не стадать перволюдей. Вот. С очень давних времен существует такая организация общественной морали, которая... Считает общественное. То есть интересы племени, интересы партии, интересы твоей... интересы части, к которой ты всегда соцениваешь, выше интересов отдельного интеллекта. Да? Ну вот, здесь, я думаю, уже никто не помнит пионерское детство. Ах... Кради меня. Но меня учили, что пионер юный держит руку выше головы, потому что у него, значит, общественные интересы находятся выше личности. Поскольку я бы маленький, ничего не понимал, мне казалось, что вот быть частью вот такого большого... Большого... Большой части, которой вот... Это хорошо и меня в чем-то приобщает. Но потом, для меня стало доходить, что, в общем, это не естественно для человеческого индивиду. это ситуация, при которой тебе кто-то рассказывает, что есть какие-то общественные интересы. И ты берешь на веру... Ты берешь на веру... Тот факт, что... Вот... То, что ты считаешь хорошим и плохим, это твои личные проблемы. А на самом деле, хорошее и плохое, это то, что выгодно твоей партии... Не знаю, не партии, вот тому клану, к которому ты приближаешь. Клан твоей сознании. Парциальная марка. Вот. Значит, как это... Почему я завел вообще об этом разговор? Так. Ну вот эту красивую схему я стираю. Почему я вообще завел об этом разговор? Потому что... Главное, что... Как мне кажется, с чем приходится бороться, и это на самом деле любой тимбилдер вам расскажет, с чем приходится бороться, когда вы работаете с корпоративным сектором, это смена целеполаганий. Вообще говоря, люди работают... В идеальном обществе люди работают, потому что им нравится делать то, что они делают. Они получают удовольствие, от того, что у них получается, и окружающие люди пользуются их трудами, их делают, и, значит, получают свою пользу, и дальше у них какое-то происходит взаимовызывание. Вот. как только мы занимаемся закрытым способом, закупливаемся в своей корпорации, у нас происходит такая штука, что мы вынуждены не тех людей брать, которые хотят и могут работать, от тех людей, которые согласны работать за эти деньги в этих условиях. То есть у нас получается работа ради денег. Вот. И обратная ситуация, собственно... Ну, да, да. Я при этом... Обратите внимание, я ничуть не против работать за эти деньги. Да? Вопрос только в том, кого мы будем в подавляющем случае иметь, если это единственный вид мотивации. У нас есть хороший пример, хороший пример такой, который одновременно показывает и мощь этого принципа, и его недостатки, это индус-триальное программирование. Когда ты нанимаешь за относительно небольшие деньги очень верного и преданного программиста, который будет делать всё, что ты ему скажешь. В общем, ему пофиг, что он делает. Ладно. Это и хорошо, и плохо. Такие вот условные индусы... Я сейчас ничего не хочу сказать про индусы, я хочу сказать про такую должность. Да? Такие условные кодировщики. Второй личный кодировщик. Они очень хороши, когда они машинки по изготовлению одноразового кода, но это же является очень плохим, потому что человек себя осознаёт такой машинкой. У него нет никакого... Ничего с творческим продуктом в этом деле нет. Вот. Соответственно, глупый верх медиатизм двигает от этого человека как-то радоваться своей работе. Целеполагание другое. Задача не то, чтобы что-то создать, а задача получить деньги и забыть про это навсегда. Опять-таки, я сейчас немножко утрирую, но это происходит из-за способа ведения бизнеса. Я в этом смысле не пределяю. Какие следствия? Ну, в общем, самое главное следствие, что тебе приходит менеджер и говорит, твоя программа плохо работает, делает, чтобы она работала хорошо. И ты понимаешь, что ты его ненавидишь. Вот тебе, говоря людям плохо от твоего кода, а ты считаешь того, кто говорит, каким-то злодеем, который заставляет тебя работать еще больше. Вот. Еще довольно важная вещь, с которой приходится бороться, это вот эти вот люди не пользуются результатами своего труда. На философском языке это называется отчуждение. Маркс придумал. Когда то, что изготавливает материальный продукт, это не есть сам человек, и человек, когда он участвует в этом процессе, ему, в общем, совершенно фиолетово на результат. Он совсем для чего-то другого в этом процессе участвует. Отчуждение. То есть, в случае, связанных с разработкой программ, тот человек не пользуется результатом своего труда. Он что-то там такое накодил, и до свидания. Пришел, например, менеджер, наругал, значит, надо поправить. Не пришел, не наругал, отлично, хороший, годный код. Вот. Кому-то нужно узнать, что он плохой и негодный, вот отлично, давайте найдем еще и тестировщика, который будет заниматься ровно тем же. Прогнал тест-сюд. Хороший, годный код. Свалился тест-сюд. Вернули к разработчику. Давай, делай дальше. Этот механизм реально работает. Он работает до последних, там, сорок лет вполне нормально. Но мы все видим его изъехать. Сейчас мы попробуем их как преодолеть. Что еще? На самом деле, тут есть еще большие, на мой взгляд, моральные виски. Главное из которых, что этот механизм начинает работать более эффективно путем, вот эти люди, они очень не заинтересованы, да, они работают за банками. Этот механизм начинает работать более эффективно, когда в людях поощряется вот эта парциальная мораль. Поощряется сознание принадлежности к клану. Вот это мы видим на любом тимвейтерском мероприятии, да. То есть, кто там выступал просто платуным микрофоном, как я люблю эту компанию, и через год из нее уволился, да чуть ли не джобс этим занимался, нет? Баум, 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 да. Совершенно справедливо. Это было с баумером. Вот он сначала, значит, прям реально в слезу пустал, значит, как он любит, а потом в дело ушло. Так он любит или как? То есть, идея состоит в том, что поскольку у вас нет мотивации самой деятельности, мотивация должна быть сторонней. Например, тебя хорошо кормят, у тебя, значит, престижная должность, у тебя много бабок, ты любишь эту компанию, ты корпоративный дух, вот это вот все. Значит, как это вот, у меня тут написано правильное слово. Поощрение кланового сознания, скажем так. Кланового сознания. Причем, опять же, повторяю, это не только мои досужие выдумки, но и реальность смысла того, что у нас разработка устроена корпоративным путем. По-другому никак. Ну и последнее, что надо сказать, это о том, как устроена иерархия. Значит, в таком законном сообществе, поскольку у тебя нету... Поскольку механизмы реформации такого сообщества страшно дороги, мы не можем взять там, уволить начальника просто потому, что он идиот. У нас целое подразделение станет плохо управляемым. Вот. Если мы назначим другого начальника, он еще будет... Ну, короче говоря. Реформация закрытых сообществ страшно дорогая штука. Поэтому они принимают вид иерархии. Эта иерархия статическая. Как назначена, так и идиот. А причины, по которым в этой иерархии народ строится, иногда самые противоестественные. Ну, довольно модно было писать в конце 90-х, в начале нулевых, по так называемый принцип некомпетентности. Знаете, в чем он состоит? Это когда ты работаешь программистом, у тебя хорошо получается. Тебя назначают, ну скажем, десятки. Человек потом и любит, и там, значит, пишет критично важный код. У тебя начинает получаться еще лучше, потому что ты хороший программист. Тогда тебя назначают чиф-программером. У тебя начинает получаться хуже, потому что программист ты хороший, а с людьми ты, в общем, не очень хорошо взаимодействий. Но, тем не менее, у тебя пошло не хуже, чем у предшественника, и тебя назначают начальником отдела. Вот здесь ты уже, тебе приходится исключительно взаимодействовать с людьми, программируешь ты уже свободно от работы время. И, в общем, дальше ты по служебной лестнице не идешь. Ну, потому что тебе эта работа утрообрует, тебе программировать хочется. Вот. Ну, я, опять же, утрирую, да? Но идея именно такая, что в закрытых сообществах человек, да, тем не менее, поскольку ты начальника отдела, ты получаешь в два раза больше, чем когда получал в будущем идейный программист. Вот. Поэтому ты не хочешь уходить в позиции начальника отдела. плачешь, колечко продолжаешь грызть эту должность. Вот. Значит... Почему так? Потому что целью, одной из целей существования корпорации является повышенная управляемость. Да? Все винтики должны работать. Вот. Ну, и согласно вот этому мексу, ты еще должен испытывать такую потрясающую гордость от того, что ты винтик такой прекрасной корпорации. Вот. Я не утверждаю, что вся моя вот эта бессвязная речь абсолютно беспристрастна. Я единственное, что я хочу подчеркнуть, что в ней есть рациональные формы, привязанные к чисто технологической структуре. Технология диктует все, включая мораль. Я уж не говорю здесь, вернее так, говорю ну вскользь, о таких вещах, что, в принципе, считается нормальным ходом подсидеть коллегу, чтобы получить его место. Потому что, с точки зрения корпорации, если человек плохо работает, ну не знаю, там, смотрит канал Disney в рабочее время, вот, то он плохой работник. Значит, если он перестанет смотреть канал Disney, или если вместо него наймут кого-то, кто не будет смотреть канал Disney, эффективность отдела повысится на полтора процента. Поэтому такие вещи, вообще говоря, с точки зрения корпоративной морали, это добро. Вот. Трудно понять, да? Мне это могут поднять невозможный некомбат жизни. Вот. Вот такие дела. Кстати сказать, чтобы закончить эту тему с корпоративной моралью, знаете, как корпорация Добра Гугл борется с этим? Когда ты работаешь в Гугле, у тебя есть принцип, по-моему, 20 на 80 или 30 на 70? 20 на 80. 20 на 80. 80% времени ты работаешь на Гугл, 20% времени ты работаешь на чем хочешь. Лишь бы это был какой-то проект, там, около Гугла. Тем самым у тебя выход. Вот ты от этого отдыхаешь, работаешь, там, за что хочешь. Лазь. То есть, сейчас, конторы, которые занимаются такой разработкой, они не могут отказаться от вот этого всего. И стало так, вот этого всего. Но пытаются от этого уйти вот такими искусственными путями. Иногда им удается, да? Говорят, климат в Гугле не просто прекрасный. В Яндекс в свое время был прекрасный к нему, не знаю, как сейчас. После смерти города там вообще поменялось. А раньше там было просто шикарно. Вот. И, ну, чисто по-человечески, приходишь, там хорошо. Одна проблема, да? Вот эта. Давайте теперь попробуем изобрести альтернативу. Опять-таки, альтернатива произрастает не из того, что они плохие, а мы хабачим. В сервисе примерно одинаковые. А от того, что у нас другая технологическая основа. Поскольку эта технологическая основа другая, у нас есть несколько больше свобод в плане реализации нормальной, человеческой, а не вот такой вот кооперативной марок. Сейчас я посмотрю, с чего выгоднее начать, чтобы было понятнее. Давайте вот, давайте я нарисую сначала картинку, а потом посмотрим, какая море вокруг этой картинки может быть наверху. Картинка такая. Значит, вот у нас, в принципе, открытая разработка, значит, распространение информации, вот это все. Предположим, у нас наше начинание близко к идеальному, и у нас есть некоторое ядро в терминных малых социальных групп, это называется на букву А. Актив. Актив. Вот. Я называю ядро. Ядро. Это буквально несколько человек, а их два, три, пять, десять, там, максимум двадцать, как-то так. Которые на постоянной основе по тем или иным причинам занимаются нашим общим делом, в данном случае разработкой программ-продуктов, ибо мы сейчас говорим о разработке программ. Хотя теория малого. Занимаются не только свободными разработчиками, разумеется. Да хоть бы искалыми. Ядро формируется то, что в теории малых групп называется аурой, а в практике свободных сообществ программ-продуктов будем называть это просто разработчики. Ядро принимает стратегические решения, ядро занимается работой группы, например, на full-time, по тем или иным способам, или, по крайней мере, люди, которые состоят в ядре, они, скажем так, как-то так получилось, это очень важно, это очень важная формулировка, как-то так получилось, что они вносят очень большой вклад в общее дело. Вот. А разработчикам вот этот вот напряженный мер участия в общем деле не нужен. Им нужно только быть грамотными, чтобы когда они предлагают какое-то улучшение к программ-продукту, это было нечего. При этом, понятно, все очень динамично. Если один разработчик внезапно увлекается идеями вот этого, и у него по работе так получается, что он много занимается этим, он втягивается в ядро, и наоборот, если, значит, ему становится, он уходит на другую работу, так вот, значит, он как-то вытесняется на работу. Есть еще третий уровень, это называется... Забыл бы под названием теории малых годов. А, нет, вот это называется костяк, вот это актив, а вот это ару, прошу прощения. Ядро, разработчики, это назовем пользователи. Обратите внимание, что пользователи, с точки зрения свободного сообщества, это не вообще все люди, которые тыкали пальцами в нашу программу. А это такие люди, которые вошли в взаимодействие, может быть и так даже, вошли в взаимодействие со всем сообществом. То есть пользователь, это активный пользователь, который чего-то хочет и понимает, как об этом рассказать всем и самим. Тем самым, да, начну с того, что это довольно естественный способ формирования свободных сообществ. Книжка Ласберга и Кордонского, собственно, «Теория малых групп», она как раз про это. И там вообще не сиялась никаких свободных программ, а, прошу прощения, клубов самодеятельных песен. Что, на самом деле, примерно то же самое. В смысле организации сообщества. Значит, коэффициенты здесь такие. Это примерно умножить на 10, и это тоже примерно умножить на 10. Вот, обычный. Здесь может быть больше. Но обычно так. 10 из 100 тысяч. Плюс. Так вот, как вот эта система решает вот эти проблемы? Поскольку вот это въедущее сообщество довольно большое, в него может попасть кто угодно, кто хотя бы один раз среагировал и попытался отослать ошибку автора. Втягивание участников. Распространение информации. Существуют большие ресурсы информационные, которые занимаются связью с... где сообщество размещает свою информацию, где в частности отдельные ресурсы, которые называются Favzilla, да, где обрабатываются ошибки и так далее. Специальные там специализированные какие-нибудь списки рассылки и даже форумы, на которых люди обвиняются информацией по каким-то темам. Ну, в общем, вот этого всего, я думаю, не мне вам рассказывать. Вот. Так, так, так. Значит, требник информационного пространства. Связность. Пока интернетов не было, закрытая разработка жила и побеждала. Теперь мы можем обеспечить прохождение информации из любой точки земного шара в любую за секунды. Вот. И сейчас уже речь идет не о том, чтобы мы имели возможность добросить наш код для товарища. А идет разговор о том, чтобы сделать это как можно более эффективным способом. Используя там какие-нибудь распределенные системы контроля версий. Какой-нибудь портальчик типа гитхаба. Вот это все. Чтобы вообще все делать там в три действия. Вот. То есть информационная связанность, это очень важно. Дисциплина. Я ничего хорошего и плохого не могу сказать про дисциплины разработки и информационного взаимодействия, которое царит в производительной разработке. Но, зная примеры людей, которые в этом участвовали, могу сказать, что все там не хорошо. Почему? Потому что там главная требования дисциплины это никому не рассказывать снаружи, но и допусти сделать как-нибудь так, чтобы товарищ за специальным столом тоже все знал. В случае, когда у вас распределенные разработки, люди по всему миру, информация открытая, дисциплина как разработки, так и оформления информационного пространства, говорят очень важную роль. Понятное дело, что если вы не будете демонстрировать метод и структуризацию того, чего вы делаете, то к вам лить просто не придут. Так что дисциплина как оформление информационного пространства, всяких ресурсов, так и собственно самой разработки, это тоже важно. Вот. У нас осталось две темы. Связанность и дисциплина. Ну, связанность и она же доступность, понятно, чтобы ты в любой момент в интернете кликнул, а там все есть. Вот здесь уже наблюдаются некоторые предпосылки к тому, чтобы вот такая схема имела под собой нечто под названием дистрибутив. Помните? Совместная разработка, синхронизация, согласование. Вот эта вот связанность, да, и вот эта вот возможность расширять, динамическое расширение и сужение ядра, это вот ровно. Какие у нас образуются свойства этого дела? Вместо иерархии, здравствуйте, вот где-то у нас было написано, поезд 10 по глупости. Короче говоря, вместо иерархии, ну не так, вместо жесткой иерархии отношений у нас образуется связанная сетевая структура отношений. Давайте я где-нибудь это не пишу. Давай сейчас переходим к саду, чтобы не надоело. Значит, ну и что с конца? Так, с конца, наверное. Динамическое иерархии. В свободном сообществе главным является не тот, кого поставили главным, а кто, как бы, за большим берет ответственность и успешно с этим справляется. Вот до тех пор, пока он отвечает за много и успешно с этим справляется, он главный. Перестает справляться, отвечать, желать этого делать, иметь возможность этого делать, вытесняется на периферию и главным становится другой. То есть иерархия свободных сообществ очень динамическая. И ты тем больше имеешь в ней возможностей и прав, тем больше круг задач ты эффективно решаешь. Это вполне естественно происходит, потому что, как это правильно сказать, социальные отношения, отношения друг с другом, почти никогда не строятся как начальник и подчиненный, они всегда сетевые, сетевая форма социальных отношений. Смотрите, даже если ты работаешь в довольно большой компании, или, скажем, ты комиссия в Ядролюкс. В Ядролюкс там тысячи разработчиков, естественно, из них созданы иерархи. Ну, как мусульная игра? Ты себе сидишь на копе и программируешь какой-нибудь, не знаю, драйвер. Потом ты этот драйвер отсылаешь в особое место в хранилище гидра. И приходит человек, задача которого отсмотреть твой код и переносить его. Этот человек отвечает за эту систему, ну, скажем, драйверов такого много стоит. Я не помню, сколько видно, гидринбинт сейчас иерархит, трехступенчатая. Там подсистема, система или вирус. Вот. Значит, приходит человек, который отвечает, ну, не знаю, за дисковые драйвера. Поскольку ты пише, с какой дисковый драйвер. Я сейчас услугую. Вот. Его задача – это отревьюить твой код, и если он хороший, годный, запустить его, положить его в то место, где лежит плод его труда. А плод его труда – это слияние и возможно исправление каких-то шероховатостей, которые допустили низовые разработчики. Он тебе не начально, ты ему не подчинён. Ты на самом деле вот этот драйвер дискового устройства у себя на работе пилишь, потому что тебе велели у тебя на работе его пилить. Ну, наверно. Или потому что это по фану делаешь. Не важно, почему ты это делаешь. Соответственно, человек, который в этой иерархии выше тебя, он там не потому что он твой начальник, а потому что он круче разбирается в дисковых системах, чем ты. Именно поэтому он поправит твои ваги и запустит это дело ещё больше. Дальше приходят всякие титаны, которые отвечают за отдельные системы. Системы драйверов, системы с памятью, вот это вот всё. И они уже читают тысячи стром-кода в день. И, значит, количество их вообще в общей куче. Дальше приходит Линус, полугода. Читает всё. И говорят, ну, мужики, ну, дальше матом. Кто ж так делает? Ну, вы же давайте с детского сада в школу поступайте. Кто ж так делает? Как я вообще это пропустил? А то вот недавно была история, там вообще какая-то бага страшная прошла. Вирус изменялся. Говорю, комьюнити, извините меня. Я тут прошляпил. Вот. То есть ничего такого, что начальник всегда правду в первом виде. Вот. В свободных сообществах недопустимо, потому что такого начальника его, он очень быстро, или даже не будут увольнять. Он просто внезапно перестанет быть начальником. Сам собой. Вот. И это, кстати, довольно важный принцип. Это принцип свободным входом-выходом. Участие в свободном сообществе абсолютно добровольное. И участие тоже. Никто тебя туда под конвоем не засовывал. Никто тебя оттуда, к известному роду тряпками, не пронагал. Даже если ты совсем плаумный, не будут просто, ну, как, вот по тебя поглядывать, а он опять пришел к нему. Привет. Ну, что времени никто не будет. А зачем, собственно? Вот. Значит, это очень важная вещь, да, когда человек уходит на другую работу и говорит, спасибо, чувак, с тобой было классно, ты много сделал, мы тебе чистовски благодарны. Никто не говорит, а ты поганая такая, значит, вот, смолочь, бежишь с нашего тонущего корабля, и все упрямо, и все пропало. Не должны говорить, по крайней мере. С точки зрения сетевой морали, совершенно по-другому, и, на мой взгляд, гораздо ближе к тому, что я считаю, хорошее и плохое, ощущается хорошее и плохое. Вот пришел человек, мы его оцениваем по тому, как он взаимодействует, взаимодействует с другими людьми, это хорошо или плохо, да, так сказать, и насколько его труды посвящены решению наших общих проблем. Вот это, когда человек хорошо решает проблемы, это хорошо, и когда он, так сказать, влазит с людьми, это хорошо. А когда он не влазит с людьми, и он решает нашу общую задачу, это не очень хорошо, и мы его как бы переставим замечать. Вот. Тут есть свои небольшие выборки, связанные с тем, что если этот человек, например, свободно от работы время застрелил свою жену, то мы далеко не сразу заметили, что это так. Вот. Ну, была такая история с одним товарищем. Ну, правда, был слегка поломан. Ну, довольно, довольно, такой новоночный текст был. Вот. Ну, вот взял и жену застрелил. Вот. И никто, в общем, не заметил. Ну, пока его не осудили и не посадили. Вот. Но, как вы понимаете, стрельба в жену никак не связана с разработкой файловой системы. Вот. Так что, если ограничиться пространством того, чем мы занимаемся совместно, да, то принципы моральные, на которых все это стоит, они, вообще говоря, довольно прозрачны. Вот. Я даже подходил себе, вот успею ли я позволить себе. Десять минут досталось. Обидно что? Сейчас расскажу. Давайте тогда начнем с того, что обидно что. Потому что ссылку на файл я могу всегда дать, желающие могут всегда прочитать. Какая жалость, не успела. Ну, ладно. Значит, давайте тогда, действительно, у нас есть два вопроса. Вопрос о том, как должна быть устроена мораль, но, ну, это правда, вопрос в силе философии, может быть, его можно и отместить. А вот вопрос, как должен быть устроен бизнес. Это очень хороший вопрос. И этот вопрос, давайте я задам эту красивую картинку, напрямую касается понятия свободного лицензирования. Смотрите. Значит, что придумал, тут мы вспоминаем опять про вечер-дематию Стомана. Что придумал Стоман? Стоман придумал, что поскольку мы живем в мире лицензирования, необходимо описать, какими свойствами должен обладать программный продукт, чтобы не было такой неудачи и болезненной, какая ему простиралась, на самом деле, из плохой. После некоторого барахтания выработался довольно четкий принцип, который, если его не разворачивать и не разговаривать об этом языком юридическим, сводится всего к четырем пунктам. Человек, который вступает в какие-то отношения со свободным программным продуктом, соглашается со следующей лицензией. Первое. У всякого пользователя программного продукта есть право его использовать. Ничем не ограничено. Право использовать. В случае программы, право эту программу запускать. В российском законодательстве это право у нас все ограничено, представляется там конституцией. У нас нет такой штуки, как принуждение к действию. То есть мы не можем написать в лицензии, дорогой товарищ, ты можешь эту программу запускать, но только не по пятницам. Вот не можем. То есть мы можем порекомендовать этого не делать, но мы не можем такой грозы предъявлять. Право использовать. На самом деле, даже право использования может быть вполне нарушено в разных случаях. Запуская эту программу, вы соглашаетесь, а если вы не соглашаетесь, вы не спускаете эту программу. Вот вам, пожалуйста, наступление на право использовать. Второе. Право распространения. Вот это очень важная штука. Или второе, это право исследования, да? Давайте изучение сначала. Давайте так. Право изучения. Это означает, что в применительной программе вам должны быть доступны исходные тексты. Вы имеете полное право заглянуть в эти исходные тексты и понять, как программа написана. То самое, от чего старательно обораживаются производители, производители программных продуктов, потому что для них изучение этих программных продуктов является по определению трансляции ноу-хау на весь мир. В потере бизнес преимущества. Значит, наша задача, наоборот, привлечь людей всех, кто хочет и может заниматься к этому занятию, поэтому право изучать – это неотъемлемое право. Которое уже ничем не гарантируется. Уж сколько мы видели программных продуктов, которые запускать можно, а изучать нет. Третье – это право вносить изменения. В формулировке стороны это называется «право улучшать программу». Опять-таки, довольно много, особенно в 90-е годы, было таких ревнивых программистов, которые говорили, «Вот это моя программа, вы ее запускаете – запускаете, читаете – читаете, а изменять – ни-ни». А то все еще подумают, что эту ерунду не вы написали, а я. Вот. Ни в коем случае. Только вот вы там подпределите в буквальности, скажите «бом-бом-бом», а я вам разрешу или не разрешу, значит, вот эти изменения предлагать. Вот. Все это, конечно, сильно мешает работать сообществом, и по этой причине это право тоже должно быть гарантировано. И четвертое право, собственно, на основании которого можно вести бизнес – это право распространять измененные версии. Опять-таки, формулировки стороны улучшены. Значит, вот это последнее, собственно, позволяет вам, если вы видите какую-то кирофишку, упущенную автором, или автор сидит в Калифорнии, а вы сидите в Урюпинске. И в Урюпинске есть такие вещи, которые в Калифорнии не всем абсолютно попереку читают, например, у ситуации. Вот. Значит, вот эта фишка позволяет вам воспользоваться имеющимся программным продуктом и на основании его вести свою жизнь. Если вы видите какие-то бизнес преимущества вот в этих изменениях, распространяйте их, и никому вы ничего не должны. Вот вам ответ на вопрос – где деньги? Со всей очевидности, что вот такого блота, такого распухшего потопа доллара, который вы получаете с продажи копий, вы не получите. Но мы же, собственно, решаем задачу, в том числе, и такого морального плана, с одной стороны. И, с другой стороны, в конце концов, вот эта схема с продажей копий, она откладывается таким жутким количеством налогов. Они же еще плачут, вы нас откладываете налогами. Вот. В общем, там все не так же хорошо, да? Но самое главное, что мы оставляем за свое право оставаться нормальными людьми. Мы не хотим вступать, подпадать парциальной морали, да? Мы хотим, чтобы у нас было нормальное человеческое сообщество. Вот. Вот фишка, которая позволяет вести бизнес. Вы берете, скачете программу, выносите ее свои изменения, и с этим изменением выходите на рынок. Со всей очевидностью, вы можете опасаться, что авторы этой программы являются вашими конкурентами. Они увидят, что вы эти изменения внесли, и тоже выйдут на рынок с этими изменениями. Ну тут уж извините, это честная конкуренция называют. Вот. Кроме того, и это нас напрямую уже относит к понятию дистрибутива. Что такое дистрибутив? Да? Вот особенно дистрибутив Linux. Это комплект из программных продуктов, тысячи и тысячи программных продуктов, которые делают самые разные люди в самых разных точках мира. Но, разумеется, человек, который пишет библиотеку обработки графики, не будет конкурентом изготовить дистрибутивы ни разу никогда. И вы ему не будете конкурентом. У вас не хватит времени на то, чтобы улучшить до зверских бизнес-преимуществ программные свойства той же самой библиотеки по обработке графики. Если вы изготовитель дистрибутив. Вы друг другу не конкурентами. То есть здесь не происходит конкретных интересов вообще. Я хочу замечание с места только от людей, для которых это дошло только сейчас, а не которые всегда это знали. Какой главный бизнес-недостаток схемы свободного лицензирования в том виде, в который я изложил? Что здесь является угрозой нашему бизнесу, если мы собираемся вот так делать? Изучение? Не-не-не, не здесь. Вот. Спасибо. Ну, вы, наверное, знаете. А, ну вот. Значит, смотрите, да, вы не посчитали женскую фануну, на самом деле. Смотрите, что в этой схеме плохого? Она слишком хорошая. Она рассчитана на идеальное общество, где все люди добрые, играют под одним и тем же правилом. И если уж они получили свободную программу, то они, значит, ее улучшат и придут к нам и скажут, смотри, я создал, давай вместе делать дальше. Полный коммунизм. Вот. Коммунизм на свете не существует. Поэтому это довольно частая картина, когда изготовители проприетарных программных продуктов берут свободный продукт, всасывают его в свой код и что-то там делают с ним, естественно, становится это все проприетарным. Никому от этого выгода никакой. Так называемые разрешительные лицензии, это типично свободно разрешительные лицензии по столу. Вот. Они, в общем-то, рассчитаны либо на честную игру, либо на то, что вот этот изготовитель, значит, выгодительщик, он скажет, так, мужик, ну я не буду тебя, типа, поглощать. Давай я буду тебе немножко платить денег, а ты будешь дальше делать свою свободную программу. Такое тоже есть. Такое вот взаимовыгодное церковь. Такие сипрофиты на теле корпорации. Вот. Но полностью самостоятельный бизнес, действительно, как только он выходит на какие-то серьезные горизонты рынка, полностью самостоятельный бизнес в условиях не идеального общества, в условиях крикерайта и манипуляции крикерайта, видите, вопрос живой стоит. Делать так действительно тяжело. Поэтому свободная лицензия, свободная, открытая разработка на основе вот таких разрешительных лицензий, как правило, это действительно такой вот полноценный спиртайм. Люди, которые просто вот это делают свободные программы, либо это люди, которые действительно платят за то, что они продолжали делать это. Для того, чтобы, и это, собственно, в этом была гениальная задумка Столмана, для того, чтобы из этого можно было делать еще и бизнес, необходим пятый год. И тем самым наша разрешительная лицензия превращается в копилетный, который, в общем плане, звучит как копилетный. Давайте я попробую. Нет права ухудшать лицензию. Вот, что так? Нет права? Нет права. Это запрет. Право. Ухудшать лицензию. Что это означает? Это означает, что под какой бы лицензией вы свой собственный продукт не выпустили, в ней должны быть первые четыре пункта. Нет, первые пять. Она может по-другому называться. В ней будут какие-то еще пункты, эмдемичные, в вашей стране, не нарушающие вот эти пять. Но, в вашей лицензии должно быть все пять этих пунктов. Эта штука называется копилефт, потому что, на самом деле, кстати, как она назначается? Вот так? Или буква К, я забыл уже. Нет, вот так. Вот так, да? Ну, есть копирает, а есть копилефт. Значит, там это двойная игра слов. Во-первых, буква С смотрит налево, а во-вторых, вы потеряли право управлять политикой копирования. Лев. Потерянное право. Значит, левое. Потерянное левое. Ладно. Значит... В чем идея копилефта? Идея состоит в том, что лицензия, под которой все ходит вокруг, под которой программа попадает к вам, запрещает вам делать ровно одно. Почему? Делаете свободную программу, а не свободную. Тем самым, вы должны приноровиться в рамках своего бизнеса к работе с тем бизнесом, который у авторов. И это в корне меняет ситуацию. Потому что либо вы затратно страдаете на то, чтобы выпустить вот это улучшение, на котором вы хотите сделать свой бизнес. Потом забыть про него. Потом снова, грубо говоря, скачать очередное ядро Linux. Опять выпустить улучшение. Опять забыть про него. И так каждый раз. То есть, как это, Вася сплотнулся и упал на нож. И так 16 раз. Либо вам просто выгодно сделать это улучшение настолько хорошим, чтобы вернуть эти улучшения обратно в upstream, обратно в автор. И в следующий раз получить ядро уже с вашими изменениями. Это принуждение к миру такое. В условиях копирейта необходим копирейт. Чтобы не было убийц бизнеса. И наиболее успешные продукты. Ну, там тоже иеролюнкс. Иеролюнкс. Один распространяется как раз на условиях вот такой вот рецензии, которая с лёгкой руки стукнула называется Gnupablu Wrensens. Вот это краткая формулировка второй версии ГПЛ. Первая была немножко... Её не считали законниками. Вот. А сейчас уже там лет 10 как, вышла третья версия ГПЛ, но по сути ничего в ней не поменялось. Там есть отдельные пункты, связанные с ГРВ. В общем, это продолжение... Не буду говорить этого слова на версии. Копия... Значит, это продолжение воин вокруг копирейта, когда внутрь данных уже закладывают некий тег, получая который вы как бы автоматически соглашаетесь с нераспространением этих данных дальше. То есть, когда вам попадают данные из ДРМ, вы даже не можете их... Ну, не знаю... Чисто теоретически на них может быть написано, что попала музыка и можно слушать только три раза. Солман даже написал специальную статью на эту тему, которая называется «Right to read» «Право читать». Да? Вот. То есть, на мой вкус, это опять-таки всё дальше и дальше разводит людей, которые пытаются сохранить на человеческие отношения друг к другу, и людей, которые, в общем, действуют исключительно через адвокат. Вот. Не говоря уже о том, что это в принципе... Ну, как бы вот... Пытаться запретить делать мне то, что я могу сделать без болезни для всех, да? Это посягать на мою свободу. Это вторгаться в мою область интимную. Я уже рисовал здесь схему относительно горшков, согласно которой я считаю, что все вот эти разговоры об... Как это называется? Непрямом ущербе. Да? Этот термин «непрямой ущерб». Ну, типа, тот, кто у нас украл 100 копий программы, он не причинил нам прямого ущерба, но он помешал нам продать эти 100 копий программы. По-моему, это называется «непрямой ущерб». Так вот, я продолжаю считать, что разговоры о непрямом ущербе, они чем-то сродни вот этой истории про человека, который украл мешочек зерна в 38-м, что ли, дабы, с колхозного поля. Его расстреляли за хищение в крупных масштабах. Но необходимо было по разнарядке расстреливать какое-то количество врагов народа в месяц. Вот ему пришлось расстрелять. Но чтобы мешочек зерна превратился в хищение в крупных масштабах, произвели нехитрый подсчет – из одного зернышка порастает колосок. Правда, после этого получился мешок зерна – это было еще не хищение в крупных масштабах. Поэтому процесс повторили еще два. После чего оказалось, что он украл целый потенциальный. не прямой ущерб. Ну и вперед. Опять-таки, я абсолютно не гарантирую свою непредвязанную речь. Я всего лишь указываю на некоторые шаткие предпосылки этой схемы. Так, значит, у нас кончилось время. Давайте я посмотрю, что я еще хотел рассказать. Значит, Кант у нас уехал по боку, это очень обидно. Можно с него начать в следующий раз. А, ну всякие мелочи, типа успешность как критерий оценки, ну это богатство. Ладно. Мне кажется, что все. Задавайте вопросы, если что-то из этого надо прояснить. А если нет, мы в следующий раз встречаемся и уже будем разговаривать про вирус непосредственно. А что такое операция? Когда опирать берут и, допустим, ломают. Смотрите, это в первую очередь противозаконно. Законы устроены таким образом, да, что нарушение опирайта идет против закона. Вопрос в том, хорошо ли это или плохо, упирается во противоречие между индивидуальной моралью и моралью общественной. Вот до тех пор, пока это противозаконно, да, с точки зрения общества это будет плохо. Другое дело, что на самом деле повсеместной практикой является то, что вот эти люди называют операцией. Ну, вот у меня есть несколько знакомых, чей бизнес исключительно рассчитан на операцию. Ну, например, я не знаю, там, местная кабельная телевизия, да, вот сила по раздаче местного кабельного телевизия. Ну, разумеется, местная кабельная телевизия не покупает те фильмы, которые крутят. Ну, правда. Не покупает, нет, у потратных компаний. Тем не менее, это бизнес. Вот. Поэтому я считаю, что это, скажем так, больное место, да, это не хорошо или не плохо. Хорошо бы, чтобы этого не было. Чтобы не было такой ситуации, когда это противозаконно. Вот это было бы хорошо. Вот как-то так. Еще вопрос? Да. Пятый наш клиент из Киллитера, он не восходит бесплатную программу «Бранд-Ларк» и «Бранд-Ларк» и «Бранд-Ларк» и «Бранд-Ларк»? Вообще о деньгах тут никто ничего не говорил. Оскажите мне, где здесь идет что-то о деньгах. Здесь идет только о ваших правах. Вообще. Вы можете это прекрасно продавать, но это прекрасно продает. Нормально такой правиль, правда. Значит, здесь речь идет только о том, чтобы не нарушались естественные человеческие права, которые обычный человек может свободно реализовать, владея каким-то экземпляром. Вот. Что на самом деле уже довольно много. Так что, нет, наверное, заговор о плате программы за 0 рублей, это о чем-то другом. Это тогда, когда вы завязываетесь на деньги. Ладно. Кстати сказать, по опыту работы в компании, которая в том числе продает программные продукты, разумеется, хочу сказать, что в очень многих случаях платная программа гораздо удобнее, чем бесплатная. Ее можно на баланс поставить. Он купил, принес в бухгалтерию чек, сказал – это программа. Бухгалтерия сказал – окей, эта программа, все, она у нас на балансе. А вот он скачал, пришел к начальнику и говоришь – а у меня теперь уже там работает что-то скачанное. Начальник говорит – так, хорошо, дальше, дальше. Где материальная часть? Вот. В общем, во многих случаях, особенно вот в корпоративном секторе, когда вы с ними взаимодействуете, очень удобно что-нибудь продать. Вот. Просто потому, что это в другие взаимоотношения вступает. Вот. Это никак не влияет на то, что программа как была свободная, так и осталась. Скачиваем на здоровье. Да я же больше скажу, это так уже немножко сверх темы. Мы долгое время существовали в таком режиме, что у нас можно, там, не знаю, купить вот этот дистрибутив на диске, чтобы поставить его в бухгалтерийный баланс. И дальше на нем написано – неограниченное количество установок. И мы столкнулись с реальной проблемой. Потому что вот, допустим, приходит крупный партнер, ему нужно, значит, купить, там у него тысячи рабочих мест, ему нужно тысячи купонов техподдержки вообще, чтобы вот, значит, ну, чтобы от нас была ответственность не за одно рабочее место, а за тысячу. Он покупает тысячу вот этих лицензий. Ну, фактически даже без дисков. Зачем ему диски? Все скачать можно. Приходит радостный в свою контору, говорит, все, вот у нас, значит, теперь тысяча рабочих мест, будет, значит, тысяча обращений в техподдержку в месяц. К нему приходит ловер из этого самого, ну, из юридического отдела и говорит, ты что сделал? Она сейчас с тобой вместе посадит за перерасход средств. Видишь, написано – неограниченное количество установок. А ты тысячу купил. Упс. Вот. А сколько геморрой, когда ты купил одну лицензию на одно рабочее место, а у тебя их тысяча, чтобы получить по этой тысяче техподдержками, можешь себе представить. Вот. Поэтому у нас для комплективных клиентов есть отдельные лицензии, где вот можно устанавливать вот поштучно. Ну, потому что иначе там действительно возникают просто чисто бизнесовые проблемы. Такие дела. Но это не мешает их скачивать, устанавливать, все, вот, пожалуйста. Ну, если хотите, можете и в такие отношения вступать. Вот так тоже можно. Вот. Еще вопросы? Мне кажется, пора расходиться. Все сварились. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что форекс вы можете найти эти. Ну, у нас пустили в конце концов? Да. В конце концов. Похоже, что пока только так. Будем надеяться. Значит, будем надеяться, потому что на самом деле, значит, сегодня мне только случайно удалось эти пропуска выписать, потому что у нас есть одна тетушка, которая имеет право вписывать людей вот в эти самые компьютерные курсы. Вот. Я попробую на неделе замутить бучу, если мне ничего не вывезет, я постараюсь поставить вот это вот подсовывание фамилий в список на поток, чтобы это делалось тогда, когда эта тетушка на месте, она не всегда по пятницам ездит. Вот. Если получится, то у нас будут такие вот полупостоянные пропуска на полгода или на год с фотографией, но в прошлом году это не удалось никому, даже научному семинару. Вот. Ну, я вас всех сложил в одну кучку, и эта кучка у меня есть. Если мы вдруг пробьем постоянный, ну, такой вот пропуск фотографии, нужно будет еще паспорт на имя. Но этого пока вот в прошлом году, повторяю, никому не удалось. До свидания. До свидания. Нет, с прошлой недели я вот разобрал как раз. Название «Всёкарш». А? Название «Всёкарш». О, что это было? «Иллюзия», «Гефорс». Это старик, что ли? Да. Даже нет. 92-24. И что она говорит? Она ничего не говорит. Там при всех, вроде бы, не могло быть, если мы приправимым присутствием, или с антихронизацией. Её просто нет, не пригодим. А, у вас тиринг этот происходит, да? Слушайте, вы можете мне вот не так это сделать, а написать письмецом. Моя почта есть везде. Везде. На сайте точно есть. Потому что ничего, всё, скажи, да, например, везде. Понимаете, да? Вот. Меня попросили отправить вам подписчик на вашу почту. О, шикарно. Шикарно, вы это делаете. Я не всё поставил, то есть это не я. Вы посмотрите другие. Там есть ссылочка на ленинные руки. Всё, это же, это же просто, вот, мне так стыдно, что я это говорил. Да, конечно. Вот там есть почта, шлите. Да, да, да. Вам, да? Да, нет, 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 нет. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Не слишком сумбурно вышло, а? Да. Да, вы знаете, я очень долго закрывался, и сегодня в первый раз к вам пришёл, и хотел формальный вопрос, точнее, надо записываться. Ничего не надо, надо будет, вообще ничего не надо. Вы можете захотеть сдать экзамен в конце года, семестра. Если вам нужен спецкурс, вот, на кафедре. Мне нужен спецкурс, по-моему, это тоже. Да, да, это то. А я посмотрел, ну, то есть я в итоге очень даже попал сюда, вот по расписанию спецкурса написано, что здесь должен был быть свист. Вот всегда будет ваш спецкурс? Да, да. Я, честно, вот, я пришёл, честно, заказал аудиторию, и... Значит, там просто что-то, ну, в итоге...